11 апреля в Сюникино-армяно-азербайджанской границе произошел очередной виток эскалации. Азербайджан обстрелял армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы в районе общины ТЭХ. Подразделения Азербайджана применили также минометы. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. Спустя несколько часов оборонное ведомство Армении сообщило о гибели четырех армянских военнослужащих. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Азербайджанская сторона сообщила о трех погибших. Боестолкновения между странами на приграничном участке села ТЭХ продолжались несколько часов и в результате азербайджанской провокации 11 апреля оппозиционных потерь армянская сторона не имеет. Высшее руководство Армении заявило о том, что ситуация, цитата, требует детального расследования, в том числе оценки наших действий с точки зрения действий по первоначальному обеспечению безопасности, рассматриваемого участка государственной границы. На боестолкновение в Сюнике отреагировали три страны-сопредседательницы Минской группы – Россия, Франция, США. Газдеп США назвал применение силы для разрешения споров неприемлемым, выразил обеспокоенность случившимся также официальный Париж, напомнив, что демаркация границы должна осуществляться исключительно путем переговоров и что вывод из азербайджанских войск с оккупированных армянских позиций важен для предотвращения инцидентов. Официальная Москва по-прежнему считает, что причиной нестабильности является не агрессия Азербайджана, а присутствие наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, цитирую, «Инкорпорирование иных игроков не будет иметь эффекта заявленного достижения мира». Она сообщила, что после инцидента представители ВС и погранслужбы России в данном районе немедленно связались с армянской и азербайджанской сторонами и предприняли меры по разрядке обстановки. По словам Захаровой, Армения и Азербайджан приняли предложение о проведении очередного раунда двухсторонних переговоров в России. ЕС, чем мониторинговая миссия развернута на границе, сразу же после инцидента заявила о том, что призывает к сдержанности и разрешению всех споров мирным путем. ЕС продолжает поддерживать эти усилия, в том числе на высшем уровне, а также посредством присутствия миссии ЕС в Армении. До эскалации 10 апреля распространилась новость о том, что на территории Армении задержан азербайджанский военнослужащий вооруженных сил Азербайджана. При задержании он сообщил о том, что с ним находился еще один военнослужащий, поиски которого продолжились вплоть до 13 апреля, когда, по сообщениям Минобороны Армении, последний был также задержан. По заявлению Никола Пашиняна, двое азербайджанских военнослужащих в Армении покинули свои позиции из-за унижения со стороны своих однополчан. Премьер-министр отметил, что при взятых на себя международных обязательствах Армения не может принудительно вернуть азербайджанских военнослужащих. Местные жители приграничных поселений рассказали, как азербайджанские военнослужащие в масках стучали в дверь и запугивали мирных жителей. Один из азербайджанцев до задержания записал видеоролик, в котором рассказывает о пролитии крови армян и их обезглавливании. Армения не меняет вектор внешней политики, утверждает секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, не получив ожидаемой поддержки от ОДКБ и России, Армения ищет другие гарантии безопасности. Секретарь Совбеза напомнил, что еще после бархатной революции 2018 года Армения заявила, что не внесет никаких изменений в сферу внешней политики. Я как чиновник до декабря 2021 года не был ни в одной западной столице, не встречался ни с одним коллегой в качестве секретаря Совета безопасности. Вместо этого он бывал в Бишкеке, Астане, Москве, Тегеране, Дели и других местах. Даже после войны 2020 года в условиях уязвимости безопасности Армении во внешней политике изменений не было. Нынешний вектор внешней политики Армении он называет поиском альтернатив, а на сомнения по поводу вывода Армении из ОДКБ он отвечает, мы обратились за помощью в ОДКБ в мае, ноябре 2021 года и так далее. И когда мы не получили помощи, мы тогда попытались искать альтернативы. И когда нас обвиняют в том, что мы меняем внешнюю политику, я первым обвиняю их. Подумайте, мы первыми попросили вас о помощи, мы сказали вам решить наш вопрос в мае 2021 года, решить в ноябре, когда мы увидели, что вы не решаете, мы пошли искать гарантии безопасности. На прошлой неделе МВД Армении сообщило, что 7 апреля в Ереване задержан гражданин России, обвиняемый в дезертирстве. Полиция Армении проинформировала российскую сторону и прокуратуру Армении о его обнаружении. Однако позднее в беседе с Сивилнет генпрокуратура Армении подтвердила информацию о том, что 23-летний Юрий Т. был выпущен из-под стражи и сообщила, что вопрос о выдаче Российской Федерации может быть рассмотрен при поступлении ходатайств при условии наличия достаточных оснований для выдачи в соответствии с применимыми международными договорами.